В минувшую субботу в деревне Головино Калининского района сгорел жилой дом. Добротное кирпичное строение хозяева отстоять не смогли. Выбежали на улицу в чём были. Выскочил в одних носках, вот остался в штанах и в футболке. Всё сгорело, да? Да, помогли соседям. У нас животные тут были, козочки, корочки, кошечки, собаки. Постоянно в этом жилье я не знаю теперь, что мы будем делать. От помощи неоткуда брать. Муж у меня инвалид. Александр Белоусов, хотя и на пенсии, продолжает учить детей. Он тренер по дзюдо. Тот роковой день, когда в доме замкнула электропроводка, вспоминает с болью. Пришла машина с оршей, она стояла, боялась, что застряните, и общие колонии не проедет. Пожарных встречали всей деревней, надеялись, успеют отстоять дом. Изначально мы подали заявку, чтобы нам его почистили. Нам его типа вычистили. Приехала пожарная комиссия, дала добро, сказали, у нас всё хорошо, всё нормально. Вот случился пожар, сгорел дом. В итоге приехали пожарные, воды набрать не смогли, потому что там один ил. И к пруду, к водоему не подъехать. Здесь была низина, ещё вода стояла. Вот они проехали. И они здесь опять застряли у пожарного пруда. В общем, колодцы брали воду для того, чтобы дотушить пожар. Дом ещё горел. Приехали пожарные. Оршинская у нас пожарная вообще не сунулась, потому что здесь не проехать. Ехали Тверские. И вот здесь вот на въезде они буксовали минут 10. Почему знаю? Я стояла, их встречала. Ну, у дороги. И буксовала машина, и ни одна, ни вторая проехать не смогла. И вот они с горем пополам выползли и проехали. Хотя дом, вы сами понимаете, горит минут 10 от силы. И дом сгорел? Дом сгорел. Как так не могу подъехать вовремя? Так и ещё эти машины туда-сюда, туда-сюда, они могут выехать оттуда. Причиной всех своих бед жители деревни Головино считают вот эту дорогу. Вернее, 400 метров бездорожья. В резиновых сапогах переодеваем обувь и потом мы едем на автобус. У меня внучку провожаю, я несу её обувь, она здесь переодевается, едет в город, я иду обратно. И вот машина стоит вот, рядом, не проехать. Бывает, что в сапогах-то пройти тяжело. Я вот вообще хромой, хожу, мне даже пройти тяжело пешком, не то что проехать. Недавний пожар накалил обстановку. Если уж пожарной технике сложно проехать, что говорить о скорой? На той неделе неотложка сюда добралась. Только обратно медицинскую карету вынимали из грязи техникой МЧС. Зная это, медики часто консультируют больных по телефону. А если приезжали, то это было тягомотно. Я с аппаратами, с масками, с кислородами. Мы её тащили сюда и в больницу и на руках таскали здесь постоянно. Это катастрофа, ну так не серьёзно. У нас ещё инвалид там живёт, второй группы, колясочник. Ну, дед старый. Любая скорая, терапевты всё знают, что к нам лучше не ехать. Такси не вызвать, коснись, что в город поехать, тоже не едут. Вот так. Может быть, не знают власти о беде жителей Головино. Не ведают, знают. Куда только не писали деревенские письма и обращения. К нам сделали в 2016 году, типа сделали дорогу. Нам приехали, отсыпали вот таким слоем, на 10 сантиметров 5-7, не больше. Ну, где-то, наверное, пол лета это продержалось. Ну, где... Дожди начались. Да, дожди начались, и всё это опять по новой поплыло. Как будто бы ничего и не было. Но они отписались, что всё хорошо. Все всё пишут, все всё знают, все отписываются. Всё хорошо у нас. Может, далеко деревня от цивилизации до малонаселена? Чего зря беспокоиться? Нет. Деревня рядом с Александровкой, в 4-х километрах от Бежицкой дороги. Круглый год здесь живут почти 30 человек, а летом и все 80. Ещё вопрос. Топкая непролазная дорога, так то, наверное, раз в год в половодье. Жители опять говорят нет после каждого приличного дождя. Поднимать надо песок, гравий, что здесь ещё, так сказать? Ну, как полноценную дорогу, чтобы можно... Да, с чем-то, что... Щебень, так сказать. На асфальт, может, не претендую, но, по крайней мере, чтобы не размывало её. Хотя бы проезжала спецмашина, та же скорая, пожарная, пожарная. Да, и как бы, чтобы в каком-то экстренном случае, чтобы оказали вовремя помощь, и люди не страдали от этого. Вот и всё. Электрик машины приезжал, у нас не было света. Он тут ночевал в машине, так как он застрял около будки, ему было не выехать. Всю ночь просидел в машине. Эта дорога, говорят жители Головино, подведомственно Калининскому району. А сама деревня на территории Славновского сельского поселения. Когда строился завод по переработке мусора, были выборы. К нам приезжали депутаты, они приехали для того, чтобы мы дали подписи. Здесь у всей округи собирали подписи для разрешения строительства этого завода. И нам пообещали провести газ, сделать дороги, вычистить пруд. Вот все наши проблемы, они нам всё пообещали. Завод построили, депутаты выбрались. Время уже прошло, ну, не знаю, лет пять, наверное. Ну, я уж не буду там точно говорить, я не знаю, может быть, чуть меньше. И всё, и с концами больше никаких, вообще никаких, ни дел, ни помощи, ничего. Вообще ничего. Свет начали делать. Провели на три столба. Писали тоже, везде всё, жаловались. Всё бросили. Кабель кончился, денег нет. В темноте. Живите, как хотите. Ничего не освещается деревне. Из-за отсутствия дороги проблемы с вывозом мусора. Да откуда мусор, если жители деревни как бы и не существуют? В план газификации, говорят люди, их деревню не включили. Перепись населения, никто не пришёл и не переписал нас. Зачем надо, мы никому не нужны. А вы говорите о дороге. Люди устали писать, просить и обращаться. Конечно, можно было бы привезти КамАЗа щебнем за свои кровные. Только не миллионеры здесь обитают, а простые, законопослушные граждане среднего достатка. И эти граждане говорят, в общем-то, о своей безопасности, на пути которой пролегают 400 метров бездорожья.